Приветики, приветики! Всем, мои дорогие, приветики. Всем здрасте, всех рада видеть. Здрасте, здрасте. Привет, Якутия. Привет всем поляну весям. Здравствуйте. Как пахнет обалденно. Приветики, приветики, приветики. Приветики, букетики, приветики, омлетики, приветики, миньетики, приветики, приветики. Кипр, привет, Якутия, привет, приветики-пистолетики, Хабаровск тоже, привет, здравствуйте, 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 очки. Чехов, привет, ребят, ну что, у меня уже, я считаю, хорошая традиция выходить к вам в прямой эфир на закате, сегодня немного раньше, но тоже времени у меня нет, совсем чуть-чуть поболтаем, вот вам красивый закат, спасибо за то, что я классная, Владивосток, привет. Саратов, ребят, да, мы с вами договариваемся, я не перечисляю все города, я всех приветствую, всех очень рада видеть, ну, Новосибирск, конечно, все-таки родина. Умею ли я поднять настроение? Да, я умею поднять настроение. Всем привет, всем привет. Да, здесь вот внизу, кстати, балкон, видели у меня сториз смешная, где дядечка с пивом, это утром я выхожу на балкон в 6 утра, а там дядечка стоит, пьет пиво. Яна позвала, говорю, Яна, смотри, а она мне говорит, не завидуй, говорит, мам, я говорю, ну, конечно, я завидую, а как вообще, говорю, пиво пить в 6 утра? Да, она говорит, может, они еще и не ложились, я говорю, может быть. Да, очень красиво, ребят. Усть-Залопинск, Усть-Залопинск. Это шутка, наверное, да? Да, очень красивый закат. Видели, да, сториз, смешная сториз, я думала, и в Турции, конечно, тоже привет. Это Sunset Plaza. Вот, ну что, ребята, все хорошо, все отлично. Если смотрели первую мою сториз, я ездила сегодня на... Да, вы тоже порой бухали до утра, офигеть. Во здоровье-то у вас, а, бухать до утра. Я ездила сегодня на Сурин смотреть виллу, хочу купить виллу как вложение. О, ребят, мой любимый фильм, говорить долго, трудно, очень трудно. Эфир с массажа я много раз давала. Марина Горько, Юра с мамой поехали в Санктозу. Они поехали в Санктозу в сауну, а потом ужинать вегетарианскую еду есть. Вилла, да, вилла хорошая. Как плечи сделать уже, веса нет лишнего. Ну, если сделать плечи, как? Ну, покупайте мою программу. Программу ждать не примерно, а точно завтра. Всем, кто оплатил ее до сегодняшнего дня, все получат программу завтра. Если кто-то оплатил сегодня, то получат ее, скорее всего, послезавтра. Но, возможно, и завтра тоже. Нет, это не мои апартаменты, я их снимаю. Мои апартаменты на Найхарне, которые я в прошлом году купила, я их сдаю за 65 тысяч бат в месяц. Это примерно чуть больше 130 тысяч рублей. А эти снимаю за 75 тысяч бат в месяц. Это чуть-чуть больше 150 тысяч рублей. Вот, то есть это очень, это очень выгодно. И это очень удобно. Вот. Ну, и виллу я сейчас тоже покупаю, естественно, не для себя. Просто с целью ее продать, как вложение денег. Потому что за три года строительства она вырастет в цене минимум на 40%. Вот. И, ну, короче, сейчас не об этом. Ребята, у меня очень хорошее настроение. Вам спасибо за пожелания. Юля летит уже в самолете. Вчера все было очень, конечно, круто. Единственное, что... Если вас не слышно, новые, пожалуйста, себе телефончик купите. Я как раз айфон разыгрываю. Можете поучаствовать в розыгрыше. Да, кстати, кто не видел сторис, снова разыгрываю айфон или деньги. Оставляйте комментарии. Про парня сейчас все расскажу. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на всех моих друзей в разделе подписки. И завтра, послезавтра я еще раз разыграю айфон. Выберите ли вы айфон или деньги. Почему Юля так быстро уехала? Юля была здесь 11 дней. Перелет, проживание, питание, развлечение. Все ей оплатила я. То есть вы считаете, что это мало, да, на 11 дней я ее вывезла? Юля так не считает, что это мало. Она вообще боится, что у нее депрессия начнется, когда она в Сургут вернется. Вот, а вы говорите, что мало. Ребят, еще раз сотый в тысячный повторяю. Только с Юлей я так работаю. Ни с кем больше и никогда нигде. Где заказывала браслет с жучком? Ребят, сто раз давала этот аккаунт. Redknit Израиль. Они у меня есть в друзьях. Посмотрите, Redknit Израиль. Нет, она сама. Но откуда Юля может сама это все оплатить? Ребят, у нее зарплата 12 тысяч, она восстатель в детском саду. Но время прилетело как один день, поэтому для Юли, конечно, был какой-то стресс. Вот так вот, что все быстро. И, конечно, Юля счастлива, с одной стороны. С другой стороны, вчера вечером, знаете, как-то мне было немножко неприятно. Думаю, что Юля завтра этот эфир посмотрит и увидит. Как-то произошла, знаете, такая произошла ситуация. Я вообще все время удивляюсь, на самом деле, на людей. Мы как бы давно запланировали, что я Юлю в последний день повезу на Будду. Я уже договорилась с машиной, хотела ее отвезти на Будду, чтобы она там загадала желание. Монах там завязывает фенечки, заглодала желание повесить вот этот листочек. А потом хотела ее сводить на ужин, накормить ее морепродуктами. Как бы, ну, как вы знаете, красиво так закончить наш этот с ней почти двухнедельный челлендж. Но, как бы, Юля уже очень устала. Я видела, что она очень уставшая. Мы утром вчера очень жестко потренировались. И уже перед тем, как ехать, у Юли очень большой прогресс. Мы вчера, когда с ней взвесились, увидели 101 килограмм на весах, мы сами обалдели, да. Она приехала 109, уезжала она 101. Вот. И когда я увидела, что Юля, ну, дико устала, я, конечно, начала своим долгом спросить у Юли, хочет ли она ехать на Будду вообще, да. Потому что, ну, думаю, надо спросить, что я буду ее насиловать. Это же все-таки не тренировка. Вот. Но я была уверена, что она согласится, что, знаете, ну, все, кто приезжает в Таиланд, на Пхукет, съездят на Будду. Я вам много раз показывала, мы туда пешком недавно ходили. Кстати, я планировала Юлю туда взять пешком, но у нее тогда с ногой были проблемы. Она только прилетела, у нее нога была стерта. Вот. Я ей, короче говоря, пишу, Юля, ты хочешь на Будду? Только, говорю, отвечай честно. Но она честно мне ответила, я не хочу на Будду. Ну, ладно. Не хочет, как хочет. Но не буду же я ее заставлять. Да устала, я ее могу понять. Вот. Дальше я ей говорю. Пишу ей. Юль, хорошо, давай вечером встретимся. Ну, во-первых, я ей ананасы купила там домой. Хотела ей передать утром, там отвезла ей манго, там личи. Купила еще ей ананасы. Говорю, давай вечером встретимся, как я тебе и обещала, поужинаем. Вот вместе. Ну, попрощаемся. В общем-то, как все по-человечески. Она мне говорит, я вам попозже напишу. Я говорю, ну, хорошо, пиши попозже. Попозже она мне пишет. Я вас очень люблю. Спасибо вам за все. Короче. Блин. Я понимаю, в чем дело. Я вам говорила еще в первый день, да, что Юля там познакомилась. Сразу мы, когда вышли там из самолета, она прилетела. Познакомилась с парнем, который тоже был в их отеле. Он развелся, приехал после развода. Они там вместе гуляли. Вот. И как бы она мне еще спрашивала, когда выпить вина там бокал. Потом уезжал на какие-то острова. Ну, и так было, что он вернулся, и она с ним хотела погулять. Я только за, да, погулять, потрахаться. Даже потрахаться, я так и говорила. Типа, вино нельзя, лучше потрахать, это полезнее. Вот. Но я вот одного не понимаю. Да, нормальный парень. Но он сто процентов, она это сама понимает. Искал мне просто какую-то, знаете, жилетку поплакать. С женой он расстался. Но как, кому еще не поплакать жилетку, как Юля. Юля симпатичная такая, веселая такая девушка. Вот. И она решила, видимо, с ним как бы посидеть, потусить вечером. Блин, ну мне вот реально, с одной стороны, ну решила и решила, мне только проще как бы, да. Потому что я тоже устала и так далее, и тому подобное. У меня там были свои планы. Но, но. Они, ладно бы он куда-то улетал на другой кратцвета. Они вместе летят в Сургут. Он из Сургута. Если у него есть какие-то серьезные на Юлю планы, то она с ним могла спокойно, как бы, и в Сургуте продолжить общение. А вот так вот вечером со мной, как бы, ну не встретятся со мной последний вечер. Ребят, ну я, как бы, честно говоря, удивлена. Ну, мне вообще трудно чем-либо удивить. Но этим я, да мне не обидно абсолютно. Мне не обидно. Мне просто смешно. И хочу сказать, что это еще раз говорить все-таки, что у девушек, какие бы они ни были. Вот Юля, она вообще целеустремленная такая девица. Целеустремленная, реально. Но у любой почти женщины, за исключением меня и еще нескольких, крыша съезжает при виде мужика. Да не наглая она, нет. Она нормальная, хорошая девчонка. Просто реально, ну вот мозги в этот момент не сработали, да? Ну, как бы... Ну, вот увлеклась, видимо, что там... Ну, не то чтобы... Ну, ребят, короче, просто я говорю, знаете, если я все прямо говорю, и мне просто реально смешно было, что она сделала такой выбор. И причем, как бы, я если не собиралась там сидеть весь вечер где-то тусить, как я и обещала, там, привезти ее в приличное там место, накормить там ее этими креветками быстренько и расстаться, потому что мне тоже нет тусовок, как бы, и так далее. Вот. Ну, да не, ребят, ну не надо так бессовестно. Эх, Юля, ну чего вы, я не знаю, вам с вами ничего рассказать нельзя. Мне на самом деле это странно. Вот. Потом она мне утром тоже написала, что я в самолете. Еще раз спасибо. Она реально мне очень благодарна. Она реально хорошая девочка. Но это еще, девочки, программу оплатить элементарно. Сторис листаете, там пять упоминаний. Пять упоминаний про мою почту. Пишите на почту с выбором программы, получаете реквизиты. Вот. Мне просто странно, потому что это реально очень глупый с ее стороны поступок. Я как бы, естественно, я не обиделся сейчас, повторю, но меня вообще обидеть очень сложно. Обидеть меня может только, может быть, моя дочь. Больше меня вообще никто не может обидеть. Вот. Да и при чем здесь мой счет? Это глупый был с ее стороны поступок. Просто глупый. Вот. И я думаю, что она это поймет. Почему она так поступила? Я еще, если честно говоря, не понимаю. Будда, ладно, там хрен бы с ним, но не пойти со мной в последний день ужинать, что она дальше не стала заниматься. Ребят, ну что вы чушь-то несете? Где дальше заниматься? Она сегодня домой улетела. Я ей оплачивала поездку на 11 дней. Там 11 ночей, что-то типа 10 дней. Вот закат вам уже это. Ой, ребят, у них ничего не получится, к сожалению, ничего у них не получится. Если бы что-то получилось, я была бы только рада. Видела ли я этого парня? Да, видела. Это я их познакомила, скажем так. Они без меня бы, может, познакомились. Просто когда в первый день Юля прилетела, если вы за нами наблюдали, я, ну, ее хотели увезти в другой отель, я тут же полетела в этот ее отель, устроила там скандал, Юлю оставили, а всю их группу увезли черт знает куда. У нее отель был, я ей бронировала, прямо на берегу моря, в начале самом Карен. Вот, хоть три звезды, но очень удобное расположение. А этот парень увидел, что я так поскандалила, подошел и сказал, что я тоже как бы с ними, и он тоже там остался. Я говорю, ну вот, видите, как хорошо, вот с Юлей, пожалуйста, общайтесь, а то я скушу. Говорю, вы один прилетели? Она говорит, да, один. Я говорю, ну, прекрасно. Ну вот, ребят, то, что Юля хочет мужчину, я прекрасно понимаю, и я сама, у меня есть скрины, где я ей писала, когда она мне говорит, вот, он только развелся, я говорю, я тебе сразу сказала, что он только развелся, это видно, я для него таблетка, я не хочу быть таблеткой, я ей отправила такое грубое голосование в тот момент, я говорю, Юля, ты что, если из кого выбирать, говорю, если какой-то у него есть желание, конечно, потратите, я говорю, нормально, ты что, вообще-то ненормальная, что ли? Я только за это 150 раз вам сказала. Вот. Ну ладно, ребят, мы, мужчины симпатичнее Будды, ну, слушайте, ну, вы знаете, кому, кого, с чем сравнить? Да, к ней проявил парень внимание, тем более мы разговаривали на эту тему, когда я ее возила в джинселон, она, естественно, говорила, что он очень вежливый, очень воспитанный, видно, что у него есть дети, он такой заботливый, когда у нее там болела нога, они потихонечку гуляли, вот, то есть он реально проявил внимание, она растаяла, и я еще раз хочу сказать, я только рада за это, но с ее стороны было неправильно и некрасиво не пойти со мной вечером хотя бы на час встретиться и поужинать. Вот что это было, что было не так. Так, этот, я просто вам говорю, вы знаете, вот, я правдоруб, в плюс мне, не в плюс мне, я говорю, что я есть и как я думаю, вот, поэтому вы вот другой раз, если вы делаете какие-то поступки, совершаете, если какой-то выбор стоит, то вы понимаете, какой выбор нужно делать в правильной, вот. Все, мои дорогие, так, там было несколько вопросов, на которых я хочу ответить. Первый вопрос, замужем ли я? Нет, я не замужем, замужем я была много раз, последний мой муж убит, мне, кстати, написано в статусе в Инстаграм, убила мужа за плохое поведение, вот. Если у меня парень, здесь у меня парня вот эти последние два месяца нет, я ни с кем не встречаюсь, потому что я с Юрой была, вот я, наоборот, сейчас прилетела, но уже, как бы, не хочется мне какие-то перетрахушки заводить там на полмесяца, честно говоря, уже замучилась мастурбировать, если честно, уже надоело, хочу нормального секса, вот, прилечу в Москву, там, естественно, блин, есть, есть пару кандидатов, один из них Юра, который за мной ухаживает уже, блин, Юра за мной ухаживает уже, ой, ладно, не буду его показывать аватарку, его друзья там меня смотрят, очень серьезный молодой человек, четыре года назад мы с ним познакомились, он четыре года назад, четыре года за мной ухаживает, и когда я тут недавно проводила прямой эфир, истории снимала, помните, рассказывал он про яйца, мастурбаторы, он посмотрел бедный этот эфир и опять мне пишет, ну, короче говоря, очень смешно, вот, короче, прилечу в Москву, в первый же вечер, всю ночь буду оргазмировать, секс на люстре, поцелуи в гланды, скверторальные оргазмы, все это будет, ну, конечно, роман, конечно, роман, роман, куда от романа и куда без романа, вот, вот как-то так, а так, вы знаете, здесь, конечно, много мужчин, и я даже в последнее время на тиндер не захожу, но реально нет желания, когда я приезжаю там и знаю, что у меня впереди два месяца, я могу знакомиться, потому что на два месяца какие-то отношения, просто так трахаться я не могу, мне надо, чтобы у меня была какая-то страсть, понимаете, я хотела, чтобы просто, как вам сказать, мне прям надо, чтобы я хотела так, что вот, если меня сейчас не возьмут, я умру, а по-другому мне не надо, лучше помастурбирую, вот, ну, вроде бы все, на все вопросы ответили, я, короче говоря, вообще жду очень этот раз прилета в Москву, потому что, во-первых, квартира готова, квартира готова, и у меня там нереальная просто эта новая моя квартира, вы видели, наверное, да, я вам не раз показывала, там все настолько круто, настолько круто, я там сделала ремонт на 5 миллионов рублей в небольшой квартирке 64 метра, и это, как бы, это стоит того, вот, то есть я перееду в эту квартиру, затем у меня день рождения, так, а почему не видно такой красивый закат, а через камеру не видно, затем у меня, какой липофилинг, господи, какой липофилинг я делала, не делала я липофилинг, филинг, вот, затем у меня день рождения, ребят, какие у меня очки, это не фирменные очки, это очки, даже не могу описать, я их совершенно случайно купила, вот, очков у меня очень много, кто за мной следит, знает, вот мои любимые очки гучи, лимитон эдишн, ни у кого таких нет, бежевых, у всех черные, вот мои любимые очки лимитон, последние, которые я купила в банкоке в декабре, когда мы с Ромочкой в декабре ездили в банкок, вот мои еще одни любимые очки миу-миу, я их просто обожаю, вот мои любимые очки дольче габбана, безумно дорогие, и мне очень весело, когда меня спрашивают, что это за очки, что это за фирма, но я не все очки, конечно, взяла с собой, и еще у меня одни очки миу-миу, я их тоже очень люблю, называю их брови, а вот у меня сейчас здесь их немного, всего пять очков с собой взяла, а так у меня огромная-огромная коллекция очков, все, да, о, еще одни миу-миу забыла, вот еще очки миу-миу, купила их в Париже два года назад, и очень разочарована, 330 евро, ведь они прожавели от морской воды, вот, вот так вот, а эти очки, это просто очки-прикол, когда у меня дыре 6 апреля, очки-прикол, вот, все, моя хорошая, да, зеленые достала, а Рэйбен белый, который любила, унесло море, унесла, унесло море, нет, я нереально, я нереально убила мужа, муж жив-здоров, не переживайте за него, жив-здоров, правда, плоховатенько выглядит, но жив и здоров, кстати, много раз меня просили, ну, кстати, пускай он на себя посмотрит, он же все мои прямые эфиры смотрит, изучает, жить без меня и без моих эфиров не может, сейчас я вам покажу, у меня есть одна фотка, ой, тут мне Ромочка что-то, ну-ка, У Рома всегда трэш, сейчас, подождите, покажу вам фото моего убиенного мужа, тут мне сестра прислала, у него какой-то трэш, у Ромочки, ну, Ромочка собирался ко мне прилететь, но уже понятно, что не прилетит, что у него полно работы, да уже и не надо, уже я скоро прилечу, осталось чуть больше двух недель, вот, поэтому я и без секоса, уже почти два месяца, сейчас, мои дорогие, не вижу, недавно смотрели в «Давай поженимся со мной», да, я ходила на «Давай поженимся» пять лет назад, когда я только начинала работу в Инстаграм, тогда меня на другие федеральные каналы не звали, я сходила на «Давай поженимся», было очень весело, вот, не считая, конечно, момента, когда реально я с дочкой вспоминаю эту нашу жизненную историю, история, конечно, у нас была очень тяжелая, мне больше жалко дочку, себя мне как бы не жалко, потому что я человек взрослый, через все перешагнула, все прожила, слушайте, ну, не могу найти эту фотку, у меня миллион этих фоток, там у нас на фотке, кстати, много, вот, фотка очень веселая, я там такая красотка, выставлять ее просто не хочу, не хочу пропагандировать и демонстрировать и показывать моральные трупы, и мир… О, во, нашла, вам повезло, сейчас, здесь, конечно, будет плохо видно, ну, что здесь не видно, вот на заднем плане это и есть убиенный муж, а на переднем плане в желтом «Я», а на заднем плане, который сзади, это убиенный муж, вот, про программу сказала 150 раз, получите 16-го или 17-го и не выносите мне мозги, заплатили 3 копейки, и теперь мне пишут в директ, где программа, где программа, где программа, все получите, расслабьтесь, все, мои дорогие, ненавижу тех, кто на халяву получает программу, еще, блин, что-то требует с меня, русским языком сказали, отправлю, 16-го, тем, кто оплатил сегодня, 17-го, все, мои хорошие, хотела с вами по-быстренькому, а поболтала почти полчаса, давайте, да, муж у меня отличался чем? Он был красивым, он был красивым, и он очень хорошо трахал, это два его достоинства, вот, других у него достоинств не было, но эти два достоинства, красота и то, что хорошо трахал, 20 лет меня с ним и держали, кормила его, поила, одевала, работу в своих клубах давала, вот, потом решила бросить, а он этого не пережил, ну, и случилось очередное Г, все, мои хорошие, люблю вас, обнимаю, целую, хорошего вам пятничного вечера, делайте всегда в жизни правильный выбор, расставляйте всегда в жизни верно приоритеты, и, пожалуйста, берегите себя и своих близких, повторяю, конечно, слова Малахова, но это очень важно, и спасибо вам за компанию, вы меня как-то раз веселили, у меня после прямых эфиров всегда очень хорошее настроение, вот, напоминаю вам про фитнес-туры, очень-очень крутой фитнес-тур в Белике в мае, едут очень классные девчонки, едут все, кого я очень люблю, едут все, кого я просто очень хочу видеть в своих турах, едут новые девочки, с которыми недавно познакомилась, тоже безумно хочу их видеть в своих турах, вот, поэтому призываю вас присоединиться, будет очень интеллигентная компания, и я вас уверяю, что вам очень понравится, и что вы не пожалеете о том, что вы приехали ко мне в тур, как я вам в роли королевы, прям как будто с ней родилась, но корона это для королевы фитнес-тура в Белике, она очень красивая, как всегда, спасибо Татьяне Мельник. Пока!